Сахалин-2 – нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции о проекте. Проект предусматривает разработку двух шельфовых месторождений – пельту Настухского, Лунского. Общие запасы составляют 182,4 миллиона тонн нефти и 633,6 миллиарда кубических метров газа нефть. В 2014 году «Сахалин Энерджи» вывела на мировой рынок легкую малосернистую нефть сорта «Сахалин Блент». В 2015 году отгружено 5,22 миллиона тонн нефти этого сорта. Всего покупателями нефтяной смеси в 2015 году стали 10 компаний из пяти стран. Доставка продукции производилась через 16 портов назначения транзита в Японии, Каэнер и Корее сжиженный природный газ. В 2009 году начал работу построенной «Сахалин Энерджи» – первый в России завод по производству сжиженного природного газа. В 2015 году завод произвел 10,8 миллиона тонн СПГ, который затем транспортировался в Японию, Корею, Китай, Тайвань и Таиланд судами и танкерами-газовозами, зафрахтованными компанией. Оператор проекта «Сахалин-2» – компания «Сахалин Энерджи». До апреля 2007 года ее акционерами были «Шелл» и «Мичи Смит Субиши». В апреле 2007 года «Газпром» выкупил за 7,45 миллиарда долларов США контрольный пакет 50% плюс одну акцию. Таким образом ушел 27,5% минус одной акции «Мичи» – 12,5%, «Мит Субиши» – 10%. Как говорится в сообщении «Газпрома», «Сахалин Энерджи» останется компанией-оператором проекта. «Газпром» будет играть ведущую роль как мажоритарный акционер. «Шелл» продолжит вносить существенный вклад в оперативное управление и останется техническим консультантом. Стадии развития проекта Предыстория развития проекта Переговоры по проекту «Сахалин-2» начались в 1988 году. В 1991 году был объявлен победитель тендера на право разработки технико-экономического обоснования. Им стал консорциум компании «Магдер Мот и Мичи», которым в 1992 году присоединились «Ройл Датч Шелл» и «Мит Субиши». После утверждения в марте 1993 года Российским правительством начались переговоры по конкретным условиям проекта. В июне 1994 года между российским правительством и компанией «Сахалин-2» и «Нерджи» было подписано соглашение о разработке проекта. Реализация проекта началась еще через два года. После принятия соглашения о разделе продукции, первый этап Первый этап проекта был ориентирован на сезонную разработку нефтяного месторождения «Витязь», в состав которого входит нефтедобывающая платформа «Маликпак». Была начата сезонная добыча нефти. Море вокруг ПДК «Витязь» покрыто льдами шесть месяцев в году, и поэтому до декабря 2008 года добыча в рамках первого этапа ограничивалась безледовым периодом, примерно 180 дней. В настоящее время, после установки дополнительного модуля и строительства берегового комплекса в рамках второго этапа, платформа работает в круглогодичном режиме, при этом суточная добыча составляет около от 6,000 до. Общие инвестиции в первый этап составили около полутора миллиарда долларов. США – второй этап. Второй этап проекта – обеспечение комплексной разработки нефтегазовых месторождений с целью обеспечения круглогодичной добычи нефти и газа. Во время этого этапа была установлена морская платформа на Пельтуновской площади Пельтунастовского месторождения и проведен монтаж платформы на Лунском газовом месторождении. Теперь нефть и газ транспортируются по 800-километровым береговым трубопроводам в пригородное, на южную оконечность острова Сахалин к заводу по производству сжиженного природного газа и терминалам отгрузки нефти и СПГ. Мощность СПГ производства – 9,6 миллиона тонн сжиженного газа в год. 18 февраля 2009 года на Сахалине, близ города Корсакова, был запущен завод по производству сжиженного природного газа. На заводе работают две технологические линии производительностью 4,8 миллиона тонн в год каждая. 18 февраля 2009 года с завода по производству СПГ по проекту «Сахалин-2» была отгружена первая экспортная партия продукции на танкер «Совкомфлота» «Экология». В августе 2007 года британское отделение «Всемирный фонд дикой природы» и общественная организация «Зе Корнир Хаус» подали иск против Департамента по экспортным гарантиям Соединенного Королевства. Организации требуют не предоставлять кредит для «Сахалин Энерджи» в размере 1 миллиарда долларов США под реализацию второго этапа проекта в отсутствии необходимой информации по экологической стороне проекта. Ранее ЕБРР отказался от финансирования этого проекта. 9 октября «Сахалин Энерджи» опубликовала экологический отчет организации EA Technologies, которая была привлечена компанией для независимой экологической экспертизы. В нем говорится, что по большинству проектных объектов отмечается высокий уровень соблюдения законодательных и нормативных требований. Но есть небольшое количество направлений, по которым показатели работ по проекту на настоящий момент не соответствуют требованиям плана действий в сфере охраны здоровья. Окружающей средой и социальной защиты выделено 4 проблемных участка строительства переходов через реки, борьба с эрозией, пересечения заболоченных территорий строительства в районе Чаева. Два первых участка также являлись частью списка претензий, которые в 2006 году Минприрода предъявляла к проекту, угрожая штрафами и отзывам лицензии. Одна из немногих точек произрастания орхидей, внесенных в Красную книгу, башмачка настоящего и гнезда цветки Клобучковой на острове Сахалин в окрестностях поселка Взморья исчезла в результате строительства нефтегазопровода. По проекту «Сахалин-2» при этом в декабре 2008 года компания «Сахалин Энерджи» стала лауреатом премии «Экологический проект года» Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Награда в номинации «Экологическая эффективность экономики» была вручена компанией министром природных ресурсов экологии РФ Юрием Трутневым за работу по защите западной популяции серых китов. Конфликт 2006 года. Сентябрь 2006 года. Российские власти через суд добиваются запрета на продолжение работ по прокладке трубопровода в рамках проекта «Сахалин-2», осуществляемого консорциумом «Сахалин Энерджи» во главе с Нидерландской Шилл. 20 сентября 2006 года. Министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев отменил приказ 2003 года об утверждении положительной экологической экспертизы проекта «Сахалин-2». Великобритания выразила обеспокоенность по поводу решения российских властей отозвать положительное экологическое заключение, выданное международному консорциуму во главе с Шилл на разработку нефтегазового проекта «Сахалин-2».